Чего ожидать от военкомата в мае 2023 года? Друзья, всем привет на канале Службы защиты призывников. Меня зовут Тунгулян Алексей. В этом видео поговорим с вами о том, что же мы в целом ожидаем от военкомата в мае 2023 года, какие события тут должны происходить уже в плане призыва в армию и все, что с этим связано. Так что если для вас актуален призыв в армию, если вы сейчас в этот призыв вас будут призывать, то обязательно смотрите видео до конца, чтобы у вас было меньше вопросов. А если вопросы все-таки остаются, вы как всегда пишите в комментариях под этим видео, либо лучше всего оставляйте заявку на нашем сайте. Ссылка на сайт есть в описании под этим видео. Позвоним, вот бесплатно вас проконсультируем. Итак, друзья, смотрите. Май это уже такой прям призыв идет вовсю. Это уже примерно середина призыва здесь. И в связи с этим у нас возникают некие обстоятельства. То есть если в начале у нас призыва в апреле, особенно в первой половине апреля, происходит исключительно такие начальные призывные мероприятия. То есть проводится военно-врачебная комиссия, призывные комиссии проводятся. Вас отправляют на дабобследование и прочее. Но вас пока еще в армию призвать, ну, не призывают. То есть еще вы можете уже получить повестку на отправку войска, но та самая отправка, как правило, она либо в самом конце апреля, либо уже в мае. И сейчас вот уже как раз-таки настал май. И сейчас по этой причине уже, так как призыв уже все идет, многие уже прошли медкомиссии, военно-врачебные комиссии, да, то уже начинаются отправки в войска. И так что, что сейчас может быть? Как могут развиваться вообще события для вас? То есть вы сейчас проходите медкомиссию, да, это может пройти очень быстро. Если вы к ней не подготовлены и у вас нет повода, скажем, вас направлять на какие-то подтверждения диагноза, да, врач в инкомате этого не увидит, то у вас может быть одним днем пройти военно-врачебная комиссия, вас там признают годным, да, ну, определенную категорию годности вам выставят. В этот же день, либо в хоть там еще один день у вас может пройти призывная комиссия, и прямо там в ближайшие дни вас могут призывать в армию. То есть в мае уже все вовсю, мы уже не ожидаем того, что у вас вот будет там много-много дней до момента, когда вас там будут отправлять в армию. Друзья, так что сейчас предлагаю быть особо бдительными, потому что вас, по сути, могут призывать даже в целом всего лишь одним днем, и это будет законно, да, то есть вы в один день можете пройти медкомиссию, в этот же день можете пройти призывную комиссию, и в этот же день вас могут уже отправить на сборный пункт, ну, оттуда вы уже уйдете потом уже в армию, соответственно, да. Так что, чтобы такого не происходило, вы, конечно, должны быть максимально подготовлены. Теперь, друзья, если вас все-таки признали годным, но у вас еще действует отсрочка, например, по обучению, да, то вы в таком случае можете обжаловать это решение и, ну, быть с ним не согласным. Например, мы знаем такие ситуации, когда у ребят до конца июня действует отсрочка, а им уже в конце июня повестка на отправку, да, то есть их уже отправляют в армию, хотя у них все еще действует отсрочка. В этом случае, конечно же, надо обжаловать решение принятия комиссии. Даже если решение самой комиссии оставят в силе, то, по крайней мере, вам должны скорректировать дату, да. Теперь, если вас также признали годным, но у вас нет сейчас никаких отсрочек и у вас повестка на отправку на какие-то ближайшие дни, то в любом случае это решение также надо обжаловать. Но, как вы уже теперь помните, да, что с обжалованием стало все гораздо сложнее, так что я предлагаю вам здесь проконсультироваться в первую очередь, да, и понять, можете вы сейчас подавать вышестоящий военкомат, или есть в этом смысл, а нет в этом смысла. И также вот это обжалование становится еще важнее, потому что без него вы, ну, по сути, дальше ничего не сделаете, да. Но, с другой стороны, мы помним с вами, что вот это самое теперь обжалование вышестоящего военкомате, оно у нас не приостанавливает решение районной комиссии, так что здесь надо быть прям очень и очень оперативным. Поэтому, опять же, если вдруг вас признали годным, то вам сразу же надо написать заявление на выписку обязательно в двух экземплярах, да, потому что, опять же, люди, мы знаем, что многие пишут заявление на выписку в одном экземпляре, и это неправильно, потому что если вдруг вам ее в течение пяти дней не сделают, то у вас, по крайней мере, будет доказательство, что вы эту выписку запрашивали. А если вы просто напишите заявление в одном экземпляре, отдадите его в военкомат, то у вас не останется никаких доказательств. А такие ситуации, когда выписку не делают вовремя, они, конечно же, бывают. Вот. И, в крайнем случае, можно даже обойтись и без выписки. Но тоже надо понимать, как это дело обыграть, да, как правильно подать документы в том случае, если выписка у нас делать успевает, если вам там уже через несколько дней в армии, вы понимаете, что уже, ну, все, как бы тут, если вы будете ждать выписку, то вы просто уйдете в армию. Так что, друзья, помню, что в мае вовсю начинаются отправки. Это один из самых таких месяцов, когда военкомату важно уже много человек отправить в армию, потому что, ну, чтобы не оставлять все, наконец, призывать. Но у них есть тоже промежуточные, скажем так, планы, да, когда, сколько людей у них должно в армию уходить, чтобы это тоже не было все единоразово. Поэтому не всех в июле, да, чтобы отправили. Так что, еще раз, будьте длительны. Если вы какие-то обследования еще не допрошли, то обязательно проходите. Если нужны какие-то консультации по этому поводу, тоже обращайтесь. Как уже говорили, там ссылочка есть. Списывайтесь на консультацию. Проконсультируем вас. У вас будет больше понимания, как вам действовать и вообще на что вам рассчитывать сейчас военкоматик. Друзья, ну, собственно, на этом все. Как я уже говорил, если остались вопросы, задавайте. Ну, оставайтесь с нами. С вами был Игорь Алексей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok